Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! И сегодня у нас на повестке дня итальянская кухня. Это паста с соусом карбонаром. Буду пробовать впервые. Добавляли сюда самые жирные сливки 30% мне кажется так вкуснее. Вообще я люблю все самое жирное. И давайте попробуем, потому что пробую я первый раз. Уверена, что понравится, потому что вообще у меня любовь какая-то к мучным изделиям. Я люблю их ингаля. Как же нежно! Хорошо, что взяли именно жирные сливки. Прям вкусно! Обычно ее готовят с беконом. Но насколько я знаю, бекон это свинина. У нас в принципе она продается, но я решила приготовить с курицей. Готовили мы вместе с мамой по рецепту в ютюбе. Как хорошо, что есть ютуб! Заглянул, все что нужно приготовил. И пожалуйста, кушай. Напиток у нас остался с прошлого мукбанка. Там я его даже не открыла. Ой, какие спагетти вкусные! Казалось бы, одна тарелка всего лишь. Целая кастрюля, прикиньте, поместилась в эту тарелку. Кажется, так мало. Пока я сидела, красилась, я ничего не могу делать. Вот просто, знаете, сидя там, не знаю. У меня обязательно на фоне кто-то должен болтать. Вот вчера я разбирала, например, шкаф. Я посмотрела такой интересный фильм. Русский причем. И вот пока я красилась, к этому видео, решила тоже что-то посмотреть. И вы знаете, там чисто случайно я наткнулась. Новый эфир Дома 2. Просто я подписана на паблики, которые раньше транслировали вот этот Дом 2, именно в Инстаграме. И я решила посмотреть. Оказывается, Дом 2 идет уже с 19-го числа. Бузова я так поняла, что ушла уже с Дома 2. Она больше не ведущая. Ну, в общем, мне было интересно. Они говорили, что будет что-то новое, суперинтересное. Дом 2, который был, не знаю, 20 лет назад. Я такая, честно, была в предвкушении. Думаю, блин, что ж там интересного будет. И что я там вижу? Старых участников. Участники, которым я уже давным-давно потеряла интерес. Которым по 45 лет. Какой-то дом престарелых получился. Вообще неинтересно. Новенькие. Взяли каких-то тиктокеров. Видно, что просто делают шоу. То есть искренностью даже не пахнет. Если вам интересно, тоже посмотрите. Я там в Инстаграме подписана. Эти паблики. Можно даже не ждать по телевизору. Они прям все-все-все-все вовремя выкладывают. Все эфиры. Когда тебе удобно, заглянул, посмотрел. А так на канале вроде Ю. Не знаю, произошло такое разочарование. Я ждала реально чего-то интересного. Там девочка такая рыженькая. И парень рыженький. И такая девочка рассказывает про себя. Я узнала, что мой бывший идет на дом 2. Я решила прийти тоже построить отношения на его глазах. Господи. Детский сад. Детский сад. Не знаю, опять же, на любителя. Пожалуйста, напишите свое мнение. Если вы смотрели, смотрите. Как вам? Насколько бы я не любила этот проект, не была бы ярой поклонницей. Мне кажется, настолько неинтересным Дом 2 никогда не был. То ли у них бюджет сейчас ограничен, понятное дело. Если брать топовых каких-то участников, у которых и так, и так дела хорошо за периметром, им, наверное, надо больше платить, чтобы они реально пришли. В общем, не знаю, полнейшее разочарование. Сегодня нужно сделать себе педикюр. Потому что завтра я иду на лазерную эпиляцию. Если вы хотите, я могу вам заснять весь процесс. Что, как, почем, как выглядит аппарат, где я делаю. Где я обычно делаю. Но не вчеряли. Они узнали, что я блогер. Так что я могу там поснимать, показать вам весь процесс. Что, как, к чему. Потому что я в разные места ходила на лазер. Иногда бывает, я пойду на процедуру. Буквально неделю у меня волосы отросли уже. А вот туда, куда я хожу, раз где-то в полгода, наверное. Или раз где-то в 3-4 месяца. Но вы знаете, я иду, когда дела вообще обстоят очень хорошо. Посмотрите, у меня на руках нет ни одного волоса. Но если присмотреться. Есть пару волосиков вот здесь. Ну, в общем, когда только появляется. Я сразу бегу делать. Это здорово просто экономит ваше время. С курицей тоже очень вкусно. Наверное, с беконом еще вкуснее. В общем, завтра иду на лазер. Потом идем с Шелли, посидим, поболтаем о том, о сём. У меня была цель, которую я должна была достичь. Я помню, я Шелли сказала, если я сумею это сделать, то тогда с меня тебе подарок. Так получилось, что все, слава богу, получилось. Поэтому завтра... Поэтому завтра еще нужно купить подарок Шелли. Я уже примчалась с новой вилкой. Чистой. В общем, завтра я еще должна увидеться с Шелли. Вот, так что такие дела. Возможно, для вас буду снимать влог. Я хотела в тот день познакомить Шелли и Шелли. Но, к сожалению, Шелли она подвернула ногу. Поэтому не получится. Вот реально, мне кажется, иногда смотришь на людей. Люди такие добрые, хорошие. Например, вот уже ли столько клиентов. Они как бы с пониманием относятся к тому, что с тренером тоже может произойти что-то. Она не только тренер, мне кажется, но еще и психологом подрабатывает. Все клиенты там про свою жизнь рассказывают, про то, про сё. Поэтому набираешься хоть какого-то опыта у людей. Вообще, мы с Шелли можем говорить на разные темы. Почти на любые. Вот, у меня есть, например, тема, которой я могу поболтать с Шелли. Есть тема, которой я могу поболтать с Шелли. Например, с Шелли мне нравится, что мы можем просто сидеть в ресторане и просто молчать и пить кофе. То есть, Шелли я могу просто молчать. Мне все равно будет не скучно. Я просто буду молчать весь вечер. И из нас никто не подумает, что какая-то неловкая пауза получается. Это обычно как, когда с кем-то общаешься, и думаешь, блин, какая-то неловкая пауза. Намотала так намотала. И давайте ответим на интересные вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. Не забывайте, кстати, их задавать. И если вы видите интересный комментарий, то обязательно лайкайте его, чтобы я его обязательно увидела. Итак, вопрос заключается так. Задает его Альбина Асланова. Айка, вот если бы ты не была бы блогером и со стороны смотрела бы чужие видео, смотрела бы ли ты свой контент? Мне кажется, очень интересный вопрос. Я не знаю, смотрела бы я или смотрела бы других мукбанкеров. Не могу на 100% сказать, что я смотрела бы себя, потому что я очень редко смотрю свои видео. потому что я знаю, что я схожу. Иногда редко я смотрю свои старые влоги. Такая конкретная, знаете, ностальгия получается. А вот мукбанки я предпочитаю смотреть других блогеров. Не потому что мои неинтересны, либо совсем старые свои видео. Вот эти я люблю смотреть. Я очень люблю, когда у блогера хороший звук. Кажется, янка. Для меня лично это важно. И еще я не люблю... Не то, что я не люблю, просто мне неинтересно смотреть детский контент. Вообще. То есть там типа... Не то, что прям мультик, я имею в виду. Ну вот такие вот видео, как снимает Авеми Лисса или Авемю. Конечно, такая девочка есть. Она вроде замужем, взрослая, но она целенаправленно снимает детский контент. Вот подобное мне вообще неинтересно. Иногда бывает девочка 13 лет снимает видео моя коллекция косметики. И мне интересно, хоть она намного младше меня, я могу спокойно посмотреть, и мне интересно, чем пользуется она в свои годы. То есть здесь подросток снимает взрослый контент. Когда взрослая, например, 30-летняя девушка снимает про какой-то мумо или что-то такое было, помните? 2-3 года назад, что типа ей написал какой-то мумо, какой-то дух и так далее. Ну в общем, да, понятное дело, что просто обман какой-то. Такое я не люблю. Мукбанки мне нравятся. В день хотя бы 2 мукбанка я обязательно смотрю разных блогеров. Иногда такое бывает, я смотрю, смотрю, а блогер упоминает меня, мне так сразу становится приятно. Я только думаю, спасибо. Есть форматы, которые я вообще никогда в жизни не смотрела, да? Просто зашла-вышла. Но опять же, эти форматы не делают их неинтересными. Я спокойно могу посмотреть какой-то мультик с Мишарикой. Но в то же время мне неинтересно, когда взрослая девушка, уже сформировавшая, рассказывает какие-то страшные истории, придуманные. Лишь бы набрать детскую аудиторию. Ну, опять, если бы не было бы спроса, не было предложений, значит, кому-то это интересно. Просто не мне. В общем, на этом все, мои хорошие. Я наелась. Было безумно вкусно. Если вы до сих пор не пробовали, то обязательно приготовьте. Я специально взяла самые жирные сливки. С ними получается намного вкуснее. Прям так жирненько, смачненько. Всех люблю. Целую. Пока. Пока.